Здравствуйте, дорогие читатели! Вас приветствует детская библиотека имени Евгения Степановича Коквина. Для вас, ребятишки, зимние книжки. В канун Нового года мы все верим в волшебство и становимся добрее. Создаем для себя атмосферу уюта и тепла, нежности и заботы, праздника и чуда. Хочется завернуться в плед, сесть с книгой в удобное кресло и вытянуть ноги в теплых узорных носочках. Холодными зимними вечерами в семейном кругу можно почитать увлекательные зимние истории. Писатели со всего мира не могли оставить без внимания Новый год и его Рождество, потому что эти праздники – главное событие зимы в представлении маленьких читателей. Дети всегда стремятся стать взрослыми. Пока они маленькие, никто не хочет воспринимать их всерьез. Вот и у маленького Деда Мороза такая же проблема. Хотя он всегда самым первым приносит елку, печет печенье и готовит сани. Большие Деда Морозы все равно не берут его развозить подарки. И так из года в год. Но однажды маленький Дед Мороз делает замечательное открытие. Его помощь может понадобиться кому-то еще. Юным читателям предлагаем прочитать новогоднюю сказку «Маленький Дед Мороз», написанную Анну Штонер. Добрую рождественскую сказку «Страшный милый волк» написала Жюля Бинт. Герой этой сказки – лесной хищник. Вышел на охоту, чтобы прокормить волчат, но так и не смог поймать ни одного зверя. В рождественскую ночь нет ничего невозможного, потому что в кануне праздника у всех в душе просыпаются самые лучшие чувства. Так стоит ли удивляться, что злой и страшный волк вдруг оказался добрым и отзывчивым? А малыши, которые пока еще не умеют читать, останутся в восторге от акварельных иллюстраций. Каждый год в семье доктора Штальбаума с нетерпением ждут Рождества. Именно в этот праздник они получают чудесные подарки от их любимого крестного Трессельмайера. И этот кот не стал исключением. В руках Мари оказывается деревянная кукла-щелкунчик, хранящая удивительную тайну. Девочке предстоит раскрыть ее, а заодно и отыскать способ победить злого мышиного короля и совершить путешествие в волшебное кукольное королевство. Справится ли Мари со своей задачей? Или станет следующей жертвой злого колдовства? Ответы в книге Эрцта Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Героиня книги Самуила Маршака «12 месяцев» тоже столкнулась с испытаниями. Мачеха выгнала девочку из дома и приказала не возвращаться без корзин и подснежников. «Да, где же взять цветы с середины зимы?» И за окнами лютая вьюга. Какую же роль в судьбе девочки сыграет «12 месяцев», которые собрались в лесу у костра? И почему у братьев такие странные имена? Январь, март, апрель. Впрочем, и не только пачерица и Мари столкнулись с неприятностями. В маленькой Герде, героине сказки Андерсон «Снежная королева», зима принесла тоже очень-очень много горя. У Герды пропал лучший друг Кай, но не просто пропал. Кая похитила «Снежная королева» и увезла в Лапландию. Но в груди маленькой Герды бьется храброе, верное сердце. Она не оставит друга в беде. Герда немедленно отправляется на выручку. Ее путь очень далек, он полон опасностей. Немало испытаний поджидают девочку. А спасет ли Герда лучшего друга и сможет ли растопить заледеневшая сердце Кая? А вот трудности, с которыми столкнутся Мишка и сказки Сельвии Азари и Люльтон, могут посмешить маленьких читателей. Однако, поверьте, Мишутке не до смеха. У Мадежонка кончился мед. А без меда он не сможет уснуть. Неужели бедному Мишке придется голодать до конца зимы? Соседи приходят на выручку. Но разве могут они прокормить большого медведя? А тем временем Великан с Мишком направляется к Мишутке на берлоге. Вам интересно, что будет дальше? Читайте книжку «Лучшая мама на свете». А вот герои книги Тулу Янсен «Волшебная зима» однозначно ждут приятные впечатления. Вопреки обычаю и самой своей природе, малютки Мумитроль совсем не спит этой зимой. Однако выясняется, что в это время, когда большинство обитателей долины спит, в своих кроватках вокруг происходят потрясающие вещи. Ну а если не спать, то можно получить незабываемые впечатления. Какие? Как вы думаете, прочитаете и найдете ответ сами? Что может быть лучше ароматного чая и доброй книги? Чтение в кругу семьи и красивого снегопада за окнами. Разве что поход в каковинку за новыми книгами о зиме и чудесных волшебных историях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok